Друзья, спешу напомнить, сегодня в Красноярске открывается очередная, кстати говоря, 15-я по счёту, Красноярская ярмарка книжной культуры. Это одно из центральных событий вообще в культурной жизни Красноярска. И, конечно, это праздник для тех, кто любит книги, литературу, кто вообще погружён в эту ситуацию. И для нас, конечно, радость принять нашу гостю. Ольга Вольская, писательница, она написала книгу «Под масками богов». Ольга, очевидно, вы её держите у себя в руках. Доброе утро. Это детектив с философским уклоном. Доброе утро. Первый вопрос, он предсказуемый, естественно. Как при столь очевидной молодости обзавестись статусом писатель или писательца? Как это вообще случилось? Ну, ответ очевиден, надо рано начать. Я с детства очень увлекалась писательством. Мне очень нравилось писать истории, выдумывать что-то невообразимое в реальной жизни. И я годами практиковалась, писала сначала маленькие истории, ну и в конце концов дошла до полноценной книги. Сколько времени ушло, чтобы вот написать эту книгу у вас? Ну, около года, считая редактуру, считая написание самого текста. А почему вот жанр выбрали именно детектив? Ну, тут скорее вдохновение пришло в голову, такая история. Захотелось написать именно детектив. А какие книги вообще вам нравятся? Вам нравятся детективы? И вот какая литература для вас наиболее привлекательна, вот с точки зрения такой вот читательской? Я интересуюсь самой разной литературой. Ну, естественно, так как я написала детектив, я люблю детективы. Так как это, ну, очень хорошая разминка для мозгов, и, в принципе, очень интересная литература. Также я очень люблю жанр фэнтези, потому что он уносит нас в совершенно другие миры невообразимые. Также я люблю приключенческую литературу самых разных жанров. Я вообще предпочитаю широкий кругозор. В двух словах, насколько это возможно, о драматургии, вот о чем эта книга, что там происходит, главный герой и так далее. Эта книга, на первый взгляд, самая обычная детективная история, то есть обычная-необычная история. Ну, вот, так сказать, под маской обычной детективной истории там скрываются очень глубокие философские вопросы, драматургия самой жизни, глубинные вопросы, на которые каждый так или иначе желает знать ответы. А главный герой он кто? Он простой человек или, может быть, это, я не знаю, как вы можете... Профессор археологии, как и диагноз. Нет, главный герой детектив в полиции, совершенно обычный человек. Но необычен он тем, что он очень веселый. Смеется на местах преступлений во время своей работы. А он такой с чувством юмора. С чувством юмора, да. Это круто. А эта история закончена или вы все-таки имеете... Вы знаете, как писатель, имеет власть над героем продолжить эту историю все-таки или уничтожить героя? Вот как вы с ним в конце поступили? Или мы не будем спойлерить сейчас? Ну, спойлерить не будем пока что, но я могу сказать, что это первая часть, будет вторая часть. Ага. И будет еще приквел, то есть предыстория всех этих персонажей. То есть у вас прямо уже какая-то выстроенная стратегия как-то вот должна быть, как история... Вы позвольте, я подержу к ней. Ольга, а можно вам еще один вопрос, последний вам задать? Все-таки вот эта история будет иметь не только продолжение, а вообще, может быть, она будет сейчас очень модно развивать вот эти вселенные, знаете? То есть в дальнейшем, после второй части и приквела, вы как-то собираетесь расширять? Может быть, кого-то в напарнике, знаете, бывает, вместе пишут люди там или что-то еще подобное? Ведете ли вы дополнительного персонажа, спрашивает Марина. Да. Ну, конечно. Развитие истории всегда подразумевает новых персонажей, новые истории. Я в дальнейшем вообще хочу раскрыть полностью жизнь моего главного персонажа, все основные события, которые с ним происходили за его жизнь, то есть всю его предысторию. Это ваша первая книга? Первая. Это вот фантастическое ощущение, держать в руках книгу и понимать, что это твоя. Вообще вот молодому писателю сложно сейчас дойти вот до фазы того, что я выпустил книгу. Насколько вообще это вот тернистый путь издать собственное произведение? Можно я подержу? Пожалуйста. Книгу первую. Ну, в наш век технологий, на самом деле, это не так уж и сложно, но опять-таки это две стороны есть у этого. Потому как технологии, они помогают, конечно, очень просто с их помощью сейчас выложить свой труд в свет. Но также создается большая конкуренция и трудно добиться именно внимания читателей. Вот этого и хочется вам пожелать. Внимание читателей, для того, чтобы история продолжалась, и вы пришли к нам рассказать о второй, о третьей книге. А может быть, это даже экранизируют, как там, я не знаю, про профессора Лэнгвена, там много таких хороших. Ольга, большое спасибо. Ольга Вольская была у нас в гостях. Друзья, проявите интерес к книге «Под масками богов». Это детектив. Содержатель интересный.